Всем доброе утро! Вова поехал отвозить Сару в детский сад. Пока он ездит, я готовлю нам завтра сельдерей, морковка, сыры с соусом. Получается, смешиваю йогурт, сыр с плесенью, вот такой, и добавляю немного чесночка и соли. Это мой любимый соус за счет сыра. Я, кстати, половину добавила, не весь, а за счет сыра аромат получается очень насыщенный и получается очень клево, очень. Вот, собственно, наш завтрак. Яички вареные, соусы сыра с плесенью, сельдерей, морковь, сыры, авокадо, хлебцы, можете свежий хлеб использовать, у нас его нет, просто Вова, наверное, не купит его. Грецкие орехи. Ну, я думаю, этого достаточно будет. Не знаю, посмотрим, если недостаточно, то можно потом еще с сухофруктами чай попить в конце. Сегодня мне доставили очень классную посылку, и сейчас я ее раскрою. Здесь у меня светильники необычные, я о них мечтала давно. Но, смотрите, какие крутые. Это звездочка и луна. Я смотрела такую звездочку Zari Home. У нее обыкновенные маленькие лампочки, которые светятся желтым цветом. А здесь LED-лампы, они белого цвета, как раз как я хотела. Эти лампы, они на батарейках, их можно на стену подвешивать, и можно регулировать яркость. Они вот таким способом включаются, делаются ярче, и можно совсем их слабенько включить, либо выключить. Отлично будут дополнять нашу комнату. Кому интересно, я оставлю на них ссылку под видео. Хочу показать. Мне сегодня доставили посылку, и в ней было две вещи. Вот такая крутецкая юбка. Это не то чтобы юбка, это имитация юбки на поясе. И она надевается сверху на лосины, полностью прозрачная, выше колена. Я вам покажу, как она смотрится. Она очень круто смотрится, необычно. Вообще, первый раз заказываю с этого сайта, никогда не заказывала. И качество мне очень понравилось, если честно. Вот всего две вещи, но я безумно довольна. Сегодня вечером я иду с мужем в ресторан, и как раз надену эту юбку. Покажу, как будет смотреться мой аутфит. И вот такой черный свитшот, обшитый разноцветными бусинками. Очень стильно смотрится, напоминает дизайнерские вещи. Такое необычное все. Вот так смотрится эта юбка. Видите, она до конца не застегнута. Но это такой замысел дизайнера. Мне это очень нравится. Получился стильный довольно образ смелый. Я знаю, что не все такое смогут надеть. Но я люблю экспериментировать и придумывать какие-то необычные образы. Поэтому я пошла. Вова заказал себе салат оливье. С красной икрой. Грибами. Это его любимый салат. Я мясо хочу. Шашлык. С бараниной? Да, из мякоти бараниной. Приятного аппетита мне. Приятного аппетита. Хочешь кусочек? Ну, попробуй кусочек. А у меня здесь мясо. Тоже это мне Вова заказал. Я бы такое не заказывала. Ты такое любишь гуляш. Картошку я не буду есть. Ты съешь картошку. Можете вообще ничего не будешь? Сегодня в банк пришел. Доллары продать. А там все наоборот доллары покупают. Люди не могут понять, почему я продаю доллары. Надо же вроде как вообще покупать. На самом деле. Наоборот. И, в общем, я продал доллары сегодня в банке. И я считаю, что в понедельник, 25 января, тенге укрепится, а доллар будет наоборот дешевле стоить. Ты таким образом заработаешь? Ну, конечно, заработаю. Но сейчас какой курс? Сейчас 382. А ты прогнозируешь, какой в понедельник? Я думаю, где-то 375 будет в этом пределе. Там плюс-минус. На 10 тенге, да? Ну да, 10 тенге, смотря с какой суммы. 10 тенге с каждого доллара. Если у кого-то есть 100 тысяч долларов, это 10 тенге с каждого. Это получается миллион тенге. Можно заработать на конвертацию, да? На разницу, блядь. Всем доброе утро. Я сейчас еду подстригать свои волосы. Наконец-то я сделаю это. Смотрите, какие они длиннющие. И они уже чересчур длинные. И мне кажется, что я как будто бы бабка какая-то старая или ведьма. Я не знаю. Короче, я устала носить длинные волосы. Я очень долго с такой длиной. И я добилась этого результата, да? Что я отрастила длинные волосы. Походила с ними, со своими, да? Жутко устала и запарилась. И теперь я хочу реально их подстричь. Я сейчас еду к Наре в Альдакопполо. И она мне будет подстригать Нарочкой. Да. Да. Доброе утро всем. Наре будет меня сейчас подстригать. Сейчас мы снимем мои волосы. Длину ужасную, как ну. Баба Клава. Вот такая вот у нас длина. Готова. Нара. Ты его подожди. Не выкидывай, я его буду сейчас фотать. Мы сначала покрасились. Это что, тушь, да, Нар? Это флеш. Флеш. Флеша тушь или флеша крашу? Флеш. Флеш. Так нормально там, я буду. Ты отойди. Я ухожу. Я ухожу. Я похудела на 10 килограмм. Вот такое же сравнение. Я вообще ни капельки не жалею. Я знаю, что для многих сейчас это огромный шок. Что кого-то я мотивировала, стимулировала на длину. Там, благодаря мне, там, кто-то даже смог отрастить волосы. И я рада за вас. Если вам нравится, конечно, хотим. Я ходила 3 года с длинными волосами. И я вам честно признаюсь, я ужасно устала от длины. И о своем решении я ни капельки не жалею. Об этом я думала уже очень давно. Я хотела подстричься. И не знаю. Я не могла просто никак решиться на это. Потому что, наверное, были какие-то комплексы. И мне казалось, что если я вот лишусь волос, то все, я стану некрасивая. Что в моих волосах вся моя красота. И как-то так, знаете. И я понимаю теперь, что это вообще такие глупости. И человек красив не волосами, не внешностью, а духовно. Если у вас душа красивая, то вы в любом образе будете очень красивым человеком. Главное, чтобы вам было комфортно. Я просто некомфортно себя чувствовала в последнее время. И я поняла, что из-за этого у меня просто появлялась куча комплексов. Настроение падало. Я не знала, что делать со своими волосами. И они меня жутко раздражали. Они были такие длинные, что я даже на них садиться начала уже. Спать было просто невозможно. И в распущенном виде это выглядело все так ужасно. Как-то так все дешево. Что я, девчонки, честно, ни капельки не жалею. Я знаю, что сейчас многие из вас там, блин, такие вы сообщения пишете в инстаграме. Вот я сейчас даже зачитаю. Были почти все, конечно, ну, как сказать, поддержали, так рады. Да, там куча разных комментариев. Это уже 450 комментариев. Но были такие комментарии, типа, с матами тут одна девочка, две девочки, типа, там, такие маты еще дурацкие. Прямо сейчас заблокирую, наверное. Что за бред? Зачем так писать? Я не понимаю. Как будто я к вам подошла и вас подстригла. Я тоже раньше так считала, что как так подстричь волосы? Вот у девушки даже медленные волосы. Я только за, я знаю, что у меня волосы без проблем отрастут, если я захочу. Даже если я даже сейчас подстригаться не буду, они до лета у меня, в принципе, быстро отрастут. И это не проблема даже, ладно, за год, за год. Я знаю, что многие там утверждают, что это по два, по полтора сантиметра волосы растут. Но у меня почему-то они очень быстро растут. Потому что я просто не парюсь об этом, знаете. Лучше париться о другом. Парьтесь лучше о своем мозге, о том, как у вас мозг развивается, а не так, как у вас волосы растут. Вот честно. Волосы же не перестанут расти, они будут расти. И поэтому я считаю, что перемены только к лучшему. Мы покрасились, сделали немного флэш, затонировали все волосы. Я вообще хотела побелее стать блондинкой. Но Нара меня отговорила, типа, говорит, не надо. Так, похорей. Девчонки, не переживайте. Если вдруг я очень сильно расстроюсь, то будем вместе отращивать волосы, ладно? А сейчас вот, может, кто-то захочет подстричься тоже благодаря мне. Но волосы стали такие, знаете, грилы. И волосы стали живые. И голове легко. Я говорю, как будто бы я похудела на 10 килограмм. И вот такая вот, вот два. Напишите в комментариях, нравится ли вам моя прическа новая. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok